Это видео обыска квартиры одного из задержанных. В фасованных пакетиках 185 доз синтетических наркотиков. Здесь же наркополицейские нашли 210 таблеток амфетамина. В квартире второго дилеры изъяли марихуану, аппарат для курения и 35 граммов порошка, из которого в последующем сбытчик мог сделать 500 грамм спайса. В обоих случаях продавцы хранили наркотики в особо крупном размере. В ходе разговора даже с данным молодым человеком, он был по крайней мере шокирован, что никогда у меня мысли не было, что меня когда-то смогут задержать. Потому что, опять же, в круг их покупателей входят исключительно лица из их окружения. То есть они думают, что занимаются законспирированно, что думают, что их никогда не поймают. Тем не менее, даже среди окружения все равно есть лица, которые в конечном итоге готовы оказывать содействие, помогать и сообщать о противоправной деятельности преступников. Задержанные оказались друзьями. Ранее они уже были судимы за хранение сбыт наркотиков. Оба нигде не работали и жили за счет продажи. Сейчас им грозит от 15 до 20 лет лишения свободы, либо же пожизненный срок. Только в прошлом году в Нижнекамске было заведено 133 уголовных дела, связанных с оборотом наркотиков. Раскрыты 12 наркогруппировок. За решетку отправлены десятки преступников. А вот что происходит с теми, кто употребляет наркотики. Спутанное сознание, неадекватность, ухудшение здоровья, в последующем инвалидность. И самое страшное – летальный исход. А умереть можно даже после одной затяжки. Айгу Леблонская, Максим Лепин. Новости НТР.